Здравствуйте, Александр Александрович. Доброе утро. Вопрос такой. Сразу попробуем, наверное, по-серьезной поговорить. В феврале этого года случились события, после которых очень многое изменилось. В России, в мире, в экономике, в геополитике. Это тоже сильно повлияло и на Владимирскую область. Как, по вашим ощущениям, насколько глубокий кризис? Не останемся ли мы без рабочих мест? Не потеряем ли мы в доходах бюджета из-за этого всего? Ну, надо сказать, что по прошествии трех месяцев еще пока рано делать такие долгосрочные выводы. Что можно делать в краткосрочном таком ретроспективе? Ну, первое. Кризис этот, это некоторое повторение санкционного давления, которое началось в 2014 году. И за те восемь лет, которые прошли с того момента, когда были введены санкции на ряд секторов, то мы видим, что на самом деле экономика не остановилась в целом в стране. И все регионы показывают приличный темп роста. Показывали. И, по большому счету, вот эти восемь лет нам позволили научиться подстраиваться под изменяющуюся конъюнктуру, искать какие-то новые варианты международной логистики и вообще опоры на какие-то сегменты, в которых надо искать своих партнеров. И то, что, ну, называется громко, может быть, разворот на Восток, да, на Ближний Восток, для нас это, ну, для страны в целом, я пока за страну говорю, для страны в целом, это один из таких мейнстримов, но это мейнстрим и в мировом экономическом таком океане. Потому что, вообще-то, 4,5 миллиарда составляет количество жителей, или 7 миллиардов в мире, это жители Юго-Восточной Азии. Соответственно, там сосредоточены основные рынки сбыта, основные рынки потребления и основные развивающиеся мощности. Но такой продукт из Владимира мы можем поставлять в Юго-Восточной Азии? Сейчас поговорим об этом. Поэтому это такой мировой тренд, да. Мы понимаем, что все технологические новинки, допустим, там, начиная от смартфонов, заканчивая серьезным оборудованием, производятся как раз в Юго-Восточной Азии. Япония, Тайвань, Китай, Индия, значит, есть ли этот текстиль или что-то такое, это Вьетнам, Бангладеш, Индонезия и так далее, и так далее. И они же являются огромными потребителями промышленной продукции, продукции нефтегазового сектора и так далее. Поэтому за 8 лет, в принципе, крен в эту сторону дал для нас очень хорошие возможности перестроить логистику и посмотреть, как можно с этим взаимодействовать. Если говорить про... И вот этот сейчас кризис после 24 февраля, я думаю, что не станет точкой остановки. То есть, на самом деле, мы достаточно быстро перестраиваемся и быстро учимся находить новые рынки. И наши предприятия тому очень хороший пример. Если говорить про Владимирскую область, то, безусловно, у нас нет такой серьезной зависимости по импортно-экспортным операциям, которые есть у регионов, там, где добывается нефть и газ, где перерабатываются металлы, нефтехимия, производство удобрений и так далее. Или, к примеру, как и на юге страны Краснодар, Ставропольск, Край Воронеж, зерно. Тем не менее, у нас достаточно ровная сбалансированная экономика. Она может быть не такая динамичная, как нам бы хотелось бы. Но вот в данный момент это, скорее, получилось как плюс, нежели минус. Некоторые регионы, которые имели более серьезные взаимосвязи с международными рынками или более серьезные взаимосвязи с инвесторами из других стран, сейчас будут переживать временные трудности. Это действительно. Но инвесторы все равно, иностранные инвесторы, многие покинули Россию, в том числе покинули Владимирскую область. Владимирскую область. Кто нас покинул Владимирскую область? Про рынки сбыта это понятно, но Феррера уезжает. Феррера не покинул рынки. Заморозили только инвестиции в следующую очередь строительства. С примером, Монделис заморозил строительство в следующей очереди своего производства. На самом деле, наши предприятия с иностранным капиталом, мы их знаем, Я не буду сейчас их перечислять, потому что они, к сожалению, под двойным таким контролем находятся. Они вместо того, чтобы уходить с рынка, наоборот, только наращивают, потому что получили дополнительные заказы на производство внутри страны. И ни одно из предприятий у нас не закрывается. Приостановились инвестиции, есть у нас такое, это правда. Но, с другой стороны, другое предприятие, также у нас российско-голландское, к примеру, Дехёс, наоборот, планирует ускоренно строить дополнительный завод по производству кормов для аквакультуры. Поэтому у нас нет такого. Филиал Макдональдса, но вы знаете, что с ним происходит. Трансформация в российскую сеть. Вкусная точка. Да, с обратным выкупом, возможно, в течение 15 лет, в надежде на то, что ситуация стабилизируется. Поэтому, к счастью, у нас нет таких фактов, когда у нас предприятия заявляют об уходе с рынка. Наоборот, есть сейчас от тех предприятий, которые скорее наши, наши домашние, понимание, что они готовы занимать те ниши, которые раньше занимали иностранные предприятия. Ну, к примеру, одно из направлений, они давно к этому шли, но вот кризис быстрее подтолкнул к этому. Это Муромаш-завод с электроприводом руля и с приводом рулевых реек. По факту они заменяют Бош. Уже практически собираются. Вот сейчас они собирают, значит, новую модель КамАЗа, который раньше был, там, ну, практически локализованно, там, не знаю, 30 до 50 процентов уже узлов Мерседеса. Ну, Мерседес условное название, это же, значит, агрегаты Боша, там, Сименса, Мерседеса, каких-то других компаний. То сейчас Муромаш-завод, одни из ключевых вот этих элементов мехатроники, готов заменять. Мы видели это своими глазами. Они сейчас подписали соглашение с КамАЗом. КамАЗ подписал соглашение с нашим автоприбором. Понятно, что сотрудничество Мерседес давало для КамАЗа, ну, совершенно новые какие-то, там, дизайн кабины, там, удобства, узлы, двигатели, стандарты и так далее. Сейчас мы несколько делаем шахт или два назад, но зато локализация в России достигнет, там, 100 процентов. Понятно, что это уже будет не тот КамАЗ 75-го года выпуска, значит, ну, модель, да. Но, тем не менее, это не будет Мерседеса, от которого мы зависим. И поэтому вот в таком направлении развивается большинство наших предприятий. 84 процента, по данным Офциома, предприниматели заявили о том, что они почувствовали на себе санкционное давление, разрушились логистические цепочки, стали невозможны, там, дешевые деньги на займы на Западе. Ну, и это не только в России, но и в Владимирской области в частности. Да, вот 84 процента, это по Центральному федеральному округу. Вот уже за эти три месяца какие-то меры по поддержке бизнеса, предпринимателей, чтобы они смогли либо восполнить как-то эти потери, либо компенсировать, может быть, через другое что-то. Администрация Владимирской области принимает? Все почувствовали, но вы знаете, на уровне, знаете, как говорится, немножко с юмором. Понятно, что это такая, значит, отделались испугом. Потому что, ну, допустим, если говорить про ставки, ставки мы видели, что для того, чтобы связать ликвидность, Центральный банк быстро поднял ставку рефинансирования, чтобы не вымыло все из сферы оборачиваемости, значит, денег, ну, все под матрасы, под подушки и так далее. Сейчас ставки вернулись на докризисный уровень, первое. Второе. Несмотря ни на что, мы фиксируем за четыре месяца рост объемов экономики. То есть даже по Владимирской области это более 8%. Надо сказать, что в ЦФО... А в каком секторе? А? Во всех, это в ровный сектор. На самом деле, кто-то демонстрирует, ну, падение небольшое, кто-то, значит, демонстрирует, ну, к примеру, у нас стекольная промышленность была завязана на экспорт. И они сейчас не растут, к сожалению. Значит, а вот ряд других направлений, ну, извините, оборонка в том числе. Коврова загружена по полным коврамам. Да, значит, вот Муромашзавод, автоприбор, значит, ряд других предприятий, значит, показывают рост 20-25-30%. У нас, ну, к примеру, у нас есть там литейное небольшое производство в Тушинском районе по алюминию. Они в 10 раз получили больше заказов, потому что, действительно, запчастей из-за границы стало меньше. Надо отливки делать гораздо больше. Значит, и в целом получается больше 8% роста. Это, скажем так, с одной стороны, средняя температура по больнице, с другой стороны, это не может не радовать, потому что не так равномерно в ЦФО, к примеру, да, все так развивается, в том числе, допустим, Калужская область и Московская область очень, ну, почувствуют на себе, значит, вопросы оттока кадров, ну, то есть некая остановка производства и так далее. Значит, по тому, что мы делаем. Мы приняли два пакета мер поддержки, они несколько разной направленности. Первый пакет, он такой общий был, опять же, был такой страховой на случай действительности роста ставок и предусматривал перенос уплаты налогов, допустим, продление уплаты по лизинговым платежам, продление действий инвестиционных проектов и кредитных обязательств, которые должны были заканчиваться вот-вот в 2022 году и так далее. Во втором пакете мы приняли решение поддержать малый и средний бизнес в части сельского хозяйства, к примеру, увеличили объем средств, которые могут получить малые семейные фермы, значит, фермерские хозяйства могут приобрести технику, половину оплатить, допустим, техники за счет областного бюджета, за счет наших грантовых поддержек, допустим, и так далее. То есть мы находим те формы, на которые нам обращали внимание сам бизнес. Я в мае, в апреле, в мае, значит, мы провели много сессий, переговоров с аграриями, на базе торгово-промышленной палаты, со строителями, с представителями туристической индустрии. В туристической индустрии для нас очень важно, что сейчас после карантина все оживает, и запрос на создание мест размещения, отдыха, кемпингов, гостиниц, он повышается. На секундочку про малый бизнес. У нас туристический поток вырос за 4 месяца в 4 раза к прошлому году. Понятно, что прошлый год не показательный, потому что низкая база, карантин был и все такое. Но, тем не менее, сейчас 800 тысяч за 4 месяца, а это еще не летние месяцы были, значит, это уже хорошие показатели, заявка на этот год. Поэтому одни из мер поддержки у нас направлены на то, что мы субсидируем или помогаем строить кемпинги, места размещения, даем полные льготы на развитие частных музеев, и еще ряд грантов, которые помогают предприятиям начать и запустить бизнес в сегменте хорика. Поэтому вот эти переговоры, которые мы провели с субъектами малого и среднего бизнеса, они, в общем-то, дают свой результат. Люди, на что обращаем внимание, мы также постарались вектор усилий бюджетных направить. С Владимирским бизнесом в целом понятно, да, но ведь задача региональной экономики всегда это в конкуренции с другими регионами привлекать к себе более активные, более динамично растущие бизнесы. Сейчас очень много говорят про особые экономические зоны, и причем есть два полярных мнения. Кто-то говорит, что это пустышка, которая призвана только для того, чтобы кто-то смог уйти от налогов, поменьше заплатить государство, а кто-то как раз говорит, что это может быть драйвером для привлечения бизнесов. Вот эти особые экономические зоны вообще, что с ними сейчас в Владимире? Будут ли новые какие-то зоны появляться или будут эти закрываться? Комешковская, наш известный Доброград? У нас несколько таких площадок, которые уже работают, и мы бы хотели еще организовать еще одну особую экономическую зону на территории, так называемого, ну, есть такое экономическое понятие «ржавый пояс». Это территории, в которых были большие предприятия, в силу изменения технологической конъюнктуры они оттуда ушли или снизили численность занятых, и, к сожалению, людям негде работать. У нас это и понятная территория, и Кольчугинский район, Киржачий, это Струньо, Карабаново и так далее, где были полотняные фабрики, значит, где была переработка цветмета, и остались только корпуса, наличие энергетики, дорог, значит, люди есть, а вот работы не хватает. И для нас важно как раз этой территории дать дополнительные импульсы для развития. Если говорить про особую экономическую зону Доброград, она развивается, и это пример развития как раз опережающими темпами сначала развития инфраструктуры, в последующем размещения там производственных сил. Сейчас мы знаем, что это пока небольшой город-курорт, но уже в этом году начинается строительство нескольких производственных предприятий. В целом сейчас в запуске пять заводов с многомиллиардными инвестициями, которых где-то к концу 2023 года, наверное, два из них... Эт заводов в Доброграде. В Доброграде. Это начало только. Значит, в целом объемы инвестиций, вот сейчас я... Вам надо смотреть по графику, но, по-моему, около 30 миллиардов за 5-8 лет. Значит, именно поэтому там вкладываемся в дороги, в инфраструктуру... Кредит там был получен, да. И инфраструктурный бюджет, кредит, да. Значит, вторая зона, которая у нас есть, это Ставрово, и она прекрасно развивается. Количество резидентов уже более 30, и те средства, которые мы получили на развитие площадки, и на строительство корпусов, куда размещаются резиденты, и, значит, инфраструктура вокруг, говорят о том, что площадка востребована, и больше того, есть дополнительные заявки под развитие. В Ставрово. В Ставрово. Третья площадка, это у нас промтехнопарк АК, это в Муроме, и там, вот, Муром Машзавод, еще ряд предприятий, которые действительно демонстрируют неплохие потенциалы для роста, значит. И мы намерены туда вложить еще более 600 миллионов рублей для того, чтобы появились новые возможности для размещения предприятий и новые рабочие места. Проблемная территория Камешковская зона, значит, там пока одно предприятие, там есть те предприятия, которые работали. Вояж, значит. Но вот в самой территории новой, которая обоснащена инфраструктурой, пока только одно предприятие. В силу чего это не получилось заселить, ну, такая, знаете, я бы сказал, субъективно-объективная такая картина, потому что были последние пару лет, сначала пару лет строили инфраструктуру, потом была политическая пересменка, потом были два года ковидных, и сейчас начинается вот 24 февраля, поэтому, конечно, ну, не самое такое благоприятное время попало для Камешковской зоны. Но другие-то зоны растут в это время? Все равно и в ковид росли, и Ставрово растет, а Камешково нет. Тем не менее, значит, и Ставрово, и промпарк АК, и Киржач, например, тот же самый, росли, начинали расти раньше. Начинали расти раньше. Успели? Конечно. То есть там были заявки от инвесторов раньше. А здесь немножко попало такое, ну, не будем там в прошлом копаться. Значит, задача сейчас, ну, я бы сказал, в каком смысле искусственно привлекать туда инвесторов, для того, чтобы, значит, там, где люди выбирают, там, где совсем интересно, вдоль трассы М-7, вдоль трассы М-12, допустим. Там, где быстрая окупаемость. Там, где быстрее окупаемость, лучше логистика. В Камешково не самая лучшая логистика. Тем не менее, у нас пара заявок есть. И я пока очень аккуратно скажу, но что я думаю, что через год-два мы увидим там несколько новых резидентов, которые позволят загрузить ту инфраструктуру, которая была создана. Ну, вот и новую особоэкономическую зону, которую мы хотим, и которую очень важно создать. Это как раз Киржач, Александровский район, и, может быть, мы какую-то часть во Владимире, ну, допустим, мы бы хотели, чтобы там был Точмаш. Для чего нужна особоэкономическая зона? И какая это роль в конкурентной среде между регионами? Дело в том, что тот, кто раньше начал привлекать инвестиции, работать с компаниями, кто раньше создал инфраструктуру, кто уже наладил, значит, всю работу по логистике, тот сейчас, конечно, находится в более выгодных условиях. Эта работа началась 15 лет назад. И мы знаем, что ряд регионов сильно продвинулись в этом направлении. И понятно, что новые инвесторы гораздо проще выбирают площадку, которая уже развита, в которой есть стабильные политические, экономические, инфраструктурные условия. И есть понимание, что кооперация внутри размещенных предприятий дает какой-то синергетический эффект. Тому, кто опоздал с этим немножко, да, не создал вот эту ворону... К сожалению, да, надо констатировать. Тому приходится в два раза больше работать и, наверное, в два раза больше платить средств для того, чтобы привлечь сюда инвестора. У нас есть ряд преимуществ. М7, М12, близость к Москве, большой рынок, население, позволяющее планировать трудовые ресурсы. Но мы уже сильно отстаем от других вопросов. А с какими регионами мы конкурируем сегодня? Вот, к примеру, вот у нас, не буду называть компанию, у нас одна из китайских компаний, готова разместиться у нас. Но у них выбор есть. Смотрите, у нас есть приглашение от особой экономической зоны с понятными льготами по налогам, там, федеральным, по налогу на прибыль. Есть региональные, они примерно одинаковые. Но есть, значит, федеральные, которые дают преимущество для того, чтобы быстрее купить проект. Вот, допустим, китайская или турецкая компания. Они говорят, мы можем приехать, допустим, в Казань, в Алабугу, мы можем приехать в Ярославскую особую экономическую зону, в Дубну под Москвой можем приехать. И у нас там уже есть все. Дорога, газ, электричество, все налоговые льготы. Мы там развернемся быстро. Что у вас есть? Ну да. Мы пока только в заявке на особую экономическую зону раз. И у нас нету готового пока такого предложения по, там, ну, знаете, хорошей особо-экономической зоны и хороший индустриальный парк, это, знаете, как приходите в офис, у вас все есть. Кран, розетка и так далее. Вы поставили станок, воткнули в розетку, все и работает. Если вам говорят, слушайте, прекрасное место, вот там дорога, мы сейчас вам тут построим дорогу, это где-то годик, мы сейчас тут подведем электричество, это тоже где-то полгодика. Ребят, время уходит. Время уходит, и нам нужно быстро построиться, быстро войти в рынок и быстро начать окупацию. Тогда мы, как бы, будем, ну, благодарны за то, что вам нам предоставили такие условия. Нам надо создать именно такие условия. И если посмотреть на те регионы, которые действительно в лидерах, вы можете посмотреть. Сейчас только что на Питерском форуме были лидеры рейтинга среди регионов по... По бизнесу. Ну, не дуэн бизнес, ну, можно говоря, качество бизнеса деловой среды и там подготовки площадок и так далее. Москва, Татарстан, Московская область, подтянулись Курск, Липецк, традиционно Калуга, значит, Ярославская область, Ивановская подтянулась, попала в рейтинг такой неплохой позиции и так далее. Те, кто начали эту работу, кто-то 15 лет назад, кто-то даже 20 лет назад, кто-то подтягивался последние несколько лет. Поэтому нам, к сожалению, предстоит пройти этот путь и создать эту тягу привлекательности для инвесторов, как отечественных, так и импортов. В среде бизнеса, особенно старого бизнеса, есть такое мнение, что тем привлекать внешних инвесторов, внешних предпринимателей, поддерживать их, лучше дать денег своим, чтобы они начали развиваться. И когда они говорят о приходе новых инвесторов из других регионов или из других стран, может быть, Юго-Осточная Азия, часто случится такое. Сейчас скупят область по дешевке, и ничего область себе это не даст. А кто говорит об этом? Можно расшифровать? Скупить по дешевке, где это было? Ну, в особо экономической зону заводят людей, дают им мощности, земли, возможности приоритетного выкупа. Вы видели такие примеры? Нет, я слышал такие мнения. Мне бы хотелось поговорить с этими людьми. Мы бы, знаете, мы бы мечтали бы о том, чтобы кто-то пришел бы и скупил бы. Мы даже денег бы приплатили в виде построительства дорог и так далее. Нет такого. Даже в особо экономическую зону, даже с мегаинтересными условиями очень сложно завлечь инвестора, потому что инвестору важна не сама, знаете, земля или там дешевизна, или льготы. Инвестору важен стабильность и рынок, на котором он будет работать. Поэтому, к сожалению, нет такого, чтобы все приходили, массово что-то скупали. Мы бы хотели, но, к сожалению, такого нет ни в одном регионе. И это опасение, ну, не то чтобы напрасно, оно немножко такое, ну, странное, потому что как раз ровно за это борются все 85 регионов. Все 85 регионов борются, чтобы хоть кто-то пришел и разместился, и даже на первых парах бесплатно, в надежде на то, что лет через пять будет отдача. Хотя, на самом деле, отдача начинается раньше, отдача начинается уже с подоходного налога, который платится на территорию, и это налог как раз региональный и муниципальный. Так что отдача наступает сразу, единственное, ну, не вся, да, допустим. Вы сами сказали про рожавый пояс, а вообще Владимир Скобольц, конечно, регион старопромышленный. Ну, промышленный, он на самом деле, где-то есть действительно, ну, элементы, технологии, которые устарели, ну, к примеру, старые ткацкие фабрики, да, они у нас есть, и из них работает, ну, полторы-две, условно говоря, да. К сожалению, потерявшие конкурентность, конкурентоспособность, там, Владимирские предприятия, типа тракторного, двигательного завода, к сожалению, не выдержали конкуренции еще, там, уже десяток лет назад. И это, конечно, проблема для города Владимира. Проблема для Кольчугино, что объем переработки на Кольчугино кабель, условно говоря, сейчас как образующего предприятия, гораздо меньше, чем на Цветмите было. Проблема таких городков, как Карабаново, Струнино. То есть наша задача, понимая, вот это очень важный момент, понимая, что и раньше технологии менялись, то, как они как-то действовали, знаете, сто лет могло быть, да, а потом раз технология поменялась... Сейчас гораздо быстрее. А сейчас гораздо быстрее. Поэтому наша задача, как в обычном таком биологическом, таком экологическом процессе, да, мы понимаем, что технологии будут умирать, значит, наша задача, чтобы рождались новые и новые предприятия, быстрее, чем отмирают старые. А для этого нужно как раз создавать ту среду и знать те тренды в мировой экономике, в технологиях, в логистике, которые позволяли нам быстрее адаптироваться к новым изменениям, совершенно к новым. Можно ли говорить сейчас о регустаризации? Это очень важно. Поэтому важно понимать, что отмирание технологии неизбежно, важно, чтобы это понимали собственники бизнеса и не ждали, пока сама технология загнется, к сожалению, бывает такое. А сами или, может быть, им подсказывали, что надо модернизироваться, закупать новое оборудование, искать новый рынок, инвестировать внутрь. Но если говорить про, как вы сформулировали, реиндустриализацию, то само по себе это такой непрекращающийся процесс, важно, чтобы она вообще была. Потому что вера в то, что есть постиндустриальное общество, что мы сейчас, ну, это ловушка для многих, это необходимая вещь, но это ловушка, что есть постиндустриальное общество, что вот пускай производство будет где-нибудь там, а не у меня под боком, а мы здесь будем воспитывать только айтишников и компьютерщиков и программистов, а здесь у нас будут только услуги и туризм. Нет. И вся история Европы, Америки, России, Советского Союза и сейчас доказывает, что богатство нации в индустриализации. Поэтому производство собственного товара, производство переработка собственной продукции – это то, без чего гармонично не сможет развиваться ни одно общество. И надо использовать эти возможности, которые у нас есть. Использовать наше хорошее расположение, использовать то, что у нас есть земля, использовать то, что у нас есть лес и 2 миллиона кубов перестойные лесосеки, которые надо перерабатывать, Поэтому у нас неплохо развивается лесопереработка. Использовать то, что у нас есть рабочие руки и инженеры, которые владеют технологиями в оборонно-промышленном комплексе, и, соответственно, металлообработки в всех агрегатах и так далее. И это надо восстанавливать. И поэтому у нас задача как раз то, что я говорил, точмаш. Да, пускай там будет не одно большое предприятие, пускай там будет 20-30 средних, но как раз среди них, ну давайте так, в советское время были гиганты, гигант умер, и все. И тысяча человек на улице. Если у нас будет 20-30 средних предприятий, ну да, в них будет какое-то изменение. Условно говоря, два умерли, два родителей. Но это будет постоянный перманентный процесс диверсификации. Поэтому индустриализация, наверное, сбалансированная. И крупные должны быть предприятия, и малые и средние, которые как раз отплагаются на площадях старых предприятий. Вот эти корпуса, которые у нас зияют дырами разбитых окон, конечно, надо потихоньку заселять малым и средним бизнесом. А что у нас с госдолгом региона? Вот сейчас была новость о том, что он как-то сильно вырос. И вообще многие люди, когда они говорят, слышат про госдолг, они же не понимают, что это немножко отличается от потребительского кредита, там быстрые деньги или что-то еще. Часто, к сожалению, да. Сколько у нас сейчас госдолг? Сколько стоит обслуживание этого долга для региональной экономики? И кто и как будет его возвращать? К сожалению, не в укор, но действительно много спекуляций на эту тему. И всегда кажется, что долг совсем плохо, значит, и начинают манипулировать даже на этот счет. Ну, в нескольких словах. Управление долгом, кредитами, это такой же инструмент, это экономическое понятие, значит, такой же инструмент. Ну, совсем примитивный пример, допустим, как инструмент молоток. Молотком. Можно построить дом, забивая гвозди, а можно, конечно, разрушить что-нибудь, там, окна разбить, там, стены разбить, разрушить и так далее. Поэтому госдолгом надо управлять очень грамотно. Госдолг у нас среди регионов Центрального федерального округа небольшой. Он составляет, ну, примерно 6 миллиардов рублей, и это деньги, ну, практически, можно сказать, бесплатные, там, с минимальной процентной ставкой до 1 процента. Это кредиты Минфина, значит, 0,01. Да, 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 абсолютно, да. У нас коммерческих кредитов нет. Но вот вопрос, как использовать госдолг? Ну, если посмотреть, есть разные регионы, они свой госдолг использовали, наращивали по-разному, да, и есть, а здесь дальше действуют экономические правила. Если ты госдолг, вернее, не госдолг, ну, просто долг берешь, деньги на то, чтобы потратить, ну, грубо говоря, создать так называемые пассивы. Ну, проесть. Проесть, да. То есть на то, чтобы, значит, построить то, что тебе не дает дохода. Ну, прошу прощения, иногда строим мы, там, допустим, спорткомплексы, больницы, допустим, да, и мало того, что мы на них потратили, они не зарабатывают денег, мы на них еще потом тратим деньги для того, чтобы все это обслуживать. Это, скорее, неправильная политика, иногда это приводит, к сожалению, в такую тупиковую ситуацию. И правильная политика, когда госдолг берется на то, чтобы потратить на то, что потом принесет доходы. Грубо говоря, если вы кредит берете на то, чтобы приобрести станок, который будет производить, вы будете зарабатывать денег, вы отдадите госдолг, потому что у вас будут доходы, а когда отдадите долг, у вас еще останутся доходы. Если вы потратите на то, чтобы приобрести себе дом или машину, вы вынуждены с других доходов погашать этот долг, больше того, это машина или дом еще будут у вас тянуть еще дополнительные деньги. Вы дважды тратите. Поэтому наша задача иметь такой правильный баланс, выкладывать инвестиции, даже если это привлеченные долговые обязательства, в то, что нам либо экономят средства, либо приносят дополнительные налоги в бюджеты разных уровней, муниципальные, региональные. Поэтому управление государственным долгом – это инструмент. Если им грамотно пользоваться, то регион только будет выигрывать, даже если госдолг будет расти. Если использовать его неправильно, то, к сожалению, это будет ухудшать ситуацию, госдолг будет расти, а расходы еще будут больше расти, и возможности будут становиться меньше. Так вот эти 6 миллиардов, мы их проели или мы их инвестировали? Они сформировались за несколько лет. Большинство регионов накопили государственный долг, когда межбюджетные отношения были не выровнены, а было необходимо выровнять ситуацию по зарплатам в социальной сфере. И тогда регионы вынуждены были наращивать кредитные обязательства для того, чтобы увеличить расходы на социальную сферу, зарплаты, подтягивание инфраструктуры. Поэтому важно, что государство перекредитовало, оно на самом деле заменило коммерческие кредиты государственными. И сейчас дает возможность списывать долг, если регион не погашает долг, а, к примеру, региона, у нас необходимость была погасить 700 миллионов рублей. Но нам говорят, вы можете не гасить этот долг, если вложите в инфраструктуру и в развитие новых проектов. Мы это и сделали. То есть, как раз государство стимулирует к тому, чтобы мы, может быть, не набирали новые долги и не погашали старые, но, тем не менее, вкладывались в те проекты, которые в будущем принесут новые доходы и освободят нас от долговой нагрузки. Которые принесут доходы и в Владимирском области, и в государстве. Ему это тоже выгодно, естественно. Ну, к сожалению, можно констатировать, что распределение налогов в таком налоговом пироге государственном не самое такое правильное. На мой взгляд, с точки зрения регионов, половина доходов забирает федеральный бюджет. Да, примерно 30-35% региональный и где-то 10-15 местный бюджет. Тут, конечно, бы пропорцию поменять, но, к другой стороны, государство предлагает ряд программ, которые можно получить из федерального центра. Но за них надо еще побороться. Успешная работа предприятия — это не только деньги, не только инвестиции, но это еще и кадры. Владимирская область, она, конечно, у нее хорошее логистическое положение, географическое. Но есть две проблемы. Москва и Московская область с одной стороны, Нижегородская область, Ниженного область с другой стороны. И эти два региона, три, получается, как пылесос высасывают кадры из Владимирской области. И очень часто в нашем бизнесе и в государственной структуре есть кадровый дефицит, серьезный кадровый голод. Что может Владимирская область предложить людям? Какие конкурентные преимущества, чтобы они не выезжали? Потому что в Москве зарплата выше, и социальное обеспечение лучше на сегодняшний день. Да, даже в Московской области. Да. Смотрите, как ни странно, вот я сейчас посмотрел результаты статистики по переписи населения. Как ни странно, то, что Нижегородская, к примеру, область тоже неплохо развивается. Лучше, чем мы. Но депопуляция там больше, чем у нас. То есть люди выезжают и оттуда. Несмотря на то, что и зарплата повыше, и предприятие поинтереснее, и область такая масштабная, наверное, побольше населения и так далее. Тем не менее, у нас есть в стране только несколько регионов, которые по-настоящему растут. Москва, Московская область, Калининград, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край. Ну и нефтянки. А? Тюмень. Тюмень нет, не сказал. Там росло одно время, а сейчас как-то более-менее стабильно. Все-таки в Сибири тоже люди подтягиваются в центр. Технологии изменяются, и меньше людей требуется на производство. Люди перемещаются туда, где создаются новые объекты. Действительно, к сожалению, надо признать, что у нас есть отток кадров. Мы это чувствуем сильно, вы знаете, и по подмосковной зоне, потому что Александровский район, Киржач, все в Макачугино едут в Москву, в Подмосковье. И именно поэтому мы говорим, что там надо создавать рабочие места, иначе у нас они все уедут, потихоньку приобретут квартиры в Балашихе или в Реутове, и все. Ну да, под Москвичами. Да. Что мы должны делать? Мы должны создавать новые рабочие места и места с оплатой труда выше, чем у наших соседей. Это очень сложно сделать. Это вообще реально сделать? Как показывает опыт нескольких регионов, да, реально. Да, реально. Но только надо, знаете, этот эскалатор, который быстро бежит вниз. И чтобы хотя бы стоять на месте, надо очень шустро шагать вверх, а если ты хочешь быть чуть быстрее, чем другие, надо очень быстро бежать вверх. А эскалатор очень быстро несется вниз. Потому вниз, потому что деградирует, меняются технологии, потому что люди все равно уезжают, потому что соседи бегут быстрее, Москва, Московская область и так далее. И наша задача создавать новые рабочие места, но и новые территории, приводить в порядок для жизни. Я это повторяю неоднократно. Когда предприятие, возвращаясь к первому вопросу, что у нас в экономике, у нас предприятие просят, дайте людей. По-настоящему. По-настоящему. Да, я понимаю. То есть готовы принять на работу. Уже возят, ну, к примеру, в Киржаче, вот на Русклимате, они в Киржач возят людей, в сокруге свозят 40 километров на автобусах для того, чтобы люди ездили на работу. Значит, и наша задача создавать рабочие места, но при этом создавать среду, в которой люди хотели бы жить, которых не надо было бы привозить. Они бы хотели бы выбирать, что, ну, к примеру, сравнивая там Киржач или там Струйный, или Карабанов, или Владимир с другими городами, люди сказали, отличное место для жизни. Комфортная среда, можно где-то погулять, безопасно, фонари горят, общественный транспорт работает, школы есть, больницы более-менее нормальные, значит, где-то зона развлечений есть и так далее. И тогда люди будут оставаться. Ну, вот в это во все будут вкладываться государство? Это наша задача. Если мы этого не будем делать, мы потеряем людей. Это первая составляющая. И вторая. Желательно развивать, конечно, производства, которые дают добавленную стоимость, соответственно, дают больше заработную плату. И суть этого в следующем, я тоже это неоднократно повторял, мы, к сожалению, хоть и неплохо промышленно оснащены, но уровень средней зарплаты по экономике у нас далек от идеала. Мы находимся в последней пятерке регионов ЦФО. То есть мы проигрываем большинство регионов по уровню заработной платы. В Москве, Московской области, Калужской области, Ярославской, Курской, Белгородской, Воронежской и так далее. То есть мы, может быть, выигрываем только, может быть, у Костромы, у Смоленска. У Рязани. Мне кажется, Рязани больше. Сейчас надо посмотреть, у меня есть статистика. Что это означает? Низкая зарплатная плата, опять же, возвращаясь к тому, что есть указы президента 2012 года, и, собственно, сейчас так государственная машина работает, что зарплата в социальной сфере, допустим, зарплата врача 200%, 150-200% от средней по экономике. Зарплата учителя 105-150% от средней по экономике. Если у вас низкая база, то у вас 200% от низкой базы тоже ниже, чем у соседей. Ниже, чем обычно. Поэтому мы испытываем колоссальный дефицит в врачах. У нас, к сожалению, действительно обеспеченность кадрами в медицине сложилась, ну, такая, очень тяжелая. Многие просто действительно уехали в соседние области. И поэтому мы сейчас пересматриваем подходы по привлечению врачей. Но нам надо подтягивать базу. Давать доходы населению, которые могли бы стимулировать рост спроса на объекты недвижимости, на покупку жилья, на сферу потребления, развитию малого бизнеса. Подтягивать за счет этого налоговую базу бюджетную и тем самым стимулировать социальную сферу. Дать людям денег, чтобы они принесли их в экономику. Абсолютно верно. И опять мы говорим о том, что в базе экономика. Поэтому нам нужны и перезапустить и старые предприятия. Не то, что перезапустить. Я далек от мысли, что мы старые предприятия перезапустим. Надо все-таки уже иметь понимание, что мы живем совершенно в новом технологическом укладе. И надо использовать то, что есть. Привлекать новые компании. Давать новым предприятиям нашим, которые видят эти ниши, давать возможность развиться. Подсказывать, помогать. Значит, если они готовы ускоренно развиваться, надо помогать. И они как раз попадают в рынок с более высокой добавленной стоимостью. К примеру, восстановление в том числе автоприбора для нас это большое счастье. Потому что важно было, если бы предприятие развалилось бы совсем, то мы бы не имели возможности сейчас воспользоваться той конъюнктурой, которая складывается. А сейчас автоприбор заключает контракты с отечественными автомобилепроизводителями. И имеет шансы дальнейшего роста. Новый москвич. Сейчас заканчивается ЕГЭ, экзамены в школе. И будущие студенты будут выбирать себе вуз, специальность, если кто-то еще не выбрал. Учитывая то, что через 4-5 лет они выйдут уже во взрослую жизнь специалистами с образованием, куда бы вы, на кого бы вы им посоветовали сегодня поступать, на какие специальности? Дефицит врачебных специальностей, дефицит инженерных специальностей, причем во всех сферах. На самом деле сказать, что сейчас можно выбрать какую-то одну специальность и быть спокойным, что она тебя прокормит всю жизнь, уже не приходится. Всем советую, что надо быть готовым получить хорошее базовое образование. Сейчас называется бакалавриат, допустим. А потом учиться постоянно и переучиваться, может быть, каждые 3-5 лет. Потому что жизнь заставит. И даже программистов она заставляет работать в разных сферах, а не говоря уже о специалистах в инженерных профессиях, которые начинают с одной техники, потом какие-то другие обрабатывающие центры, потом 3D-моделирование и так далее. И даже в строительной сфере переход от классических строительных технологий уже более современным, более высокотехнологичным и так далее. Поэтому на самом деле сейчас экономика внуждается во всех кадрах. То есть куда бы ни пришли, нет такой специальности, в которых не востребованы люди. К примеру, у нас вот, допустим, есть стекольная отрасль, да, гусь-хрустальный, но мы, к сожалению, даже свое СПО пока не можем подстроить на то, чтобы они готовили специалистов для стекольной отрасли. Вот сейчас будем как-то менять этот подход, потому что у нас, ну, не в обиду, но как-то сложилось, что больше готовят там бухгалтеров, юристов, что-то еще, какие-то смежные какие-то вещи, но не специалистов по знанию технологий хотя бы базовых в стекольной отрасли. К примеру, у нас сложилось сейчас кластер климатического оборудования, а специалистов по нему там, ну, начиная там от инженеров по сантехнике, электрике, климатехнике, теплотехнике, мы не готовим. То есть ни на среднем уровне, ни на высшем. Ни на высшем уровне. Поэтому важно там создать этот центр, и, возможно, это будет один из конкурентных центров вообще в стране, потому что специалисты нужны. У нас сейчас все здания современные обвязаны, вот инфраструктура очень серьезная. И управлять этими там на кнопках, на смартфонах умные дома, значит, трубопроводы, расчет износа, расчет давления, сложные системы. Это надо понимать, как это работает. То есть это уже не на уровне дровяной печки, понимаете? Поэтому любое направление, любой вкус, оно сейчас дает уверенность, что завтра ты будешь сработать. Иногда есть иллюзии, что вот там программисты зарабатывают больше всего и так далее. Но для этого нужны более такие... Ну, кто-то выбирает программирование, тот, конечно, должен понимать, что он должен в математике сильно разбираться, значит, в объектно-ориентированном программировании, в таком творческом подходе. Тоже интересно. Но, тем не менее, врачи, инженера, все, что связано с индустрией, значит, действительно с цифровой сектором, сфера услуг для Владимирской области тоже очень актуальна. Потому что туризм, хорика, это то, что, если грамотно работает, это реальный сектор экономики, а не просто, значит, как сейчас часто принято думать, что это вообще не дело. Два раза перечисляли специальности, которые... И оба раза на первом месте были врачи. Тем не менее, в Владимирской области никто не готовит медицинских специалистов. Нет, у нас есть колледжи. Это не проблема? Ну, колледжи, понятно. Я имею в виду все-таки специалистов, врачей. Ну, вот я всегда задаю вопрос в аудиторию. Сколько лет назад поднимали тему создания медвакультета? Помните? Лет 8. Ну, почти 10. Все называют примерно 10 лет назад. Так вот, если бы 10 лет назад рука не дрогнула... Сегодня же были бы. Сегодня было бы уже 4-5 выпусков. Уже сложилась бы академическая школа. Важно же не только назвать, там, табличку повесить, медвакультет. Важна еще академическая база, академическая школа. Нужны быть специалисты, которые и в профессии, и в науке понимают. Если мы сейчас будем создавать медвакультет, а такую задачу я поставил, то первые результаты мы серьезные получим только через 6 лет. Но уже через 2 года мы получим первые результаты. Дело в том, что студенты 1-2 курса запросто заполняют уже ниши младшего медицинского персонала. Медсестер, фельдшеров и так далее. И нарабатывая эту базу, мы через какое-то время действительно можем создать систему подготовки собственных кадров, а не зависеть от Рязани, Ярославля, от Твери, от Москвы и так далее. Дело в том, что мы отправляем туда по целевому набору, но люди же смотрят, их же, знаете, их оттуда воруют, еще даже не доходя до диплома. Конечно. Кто-то из девчонок там выходит замуж, остается, кто-то ищет где поинтереснее, кто-то уже поездив по регионам, сравнивает, кому-то меньше нравится там свой городок, допустим, и остается в Москве, под Москвой. И наоборот, если мы здесь создаем медшколу, то как раз тот, кто хочет уехать из региона, поучиться, он и так уедет. А тот, кто привязан, он такой, знаете, внутренний домосед, такой патриот такой, да, ему хочется вот здесь с родителями, там, с семьей и еще что-то такое. Они будут учиться здесь. И как раз среди тех, кто будет учиться здесь, шансы, что останутся гораздо больше, чем те, вот мы отправили там 100%, допустим, детей учиться в вузы медицинские за пределы. Шансы 50 на 50. Вернуться не вернуться. А вот здесь местные 90% останутся. Нам на них надо опираться. И понятно, что поздно мы это принимаем решение, но лучше поздно, чем никогда. Иначе мы в этом замкнутом кругу так и будем... Иначе мы снова встретимся через 10 лет и будем говорить с вами или с другим губернатором о создании медицинского вуза. Вторая тема, о которой вы не раз сегодня упомянули, туризм, хорико, вот это все. И всегда, когда говорят, Владимирская область, это золотое кольцо России, Суздаль, Владимир, и вроде бы туризм, но Владимир, город транзитного туризма, здесь на самом деле что-то посмотреть 2-2,5 часа, и люди идут дальше. Управляется это все архаичной структурой Владимирского музея-заповедника, который не нацелен, который не является бизнесом и не нацелен по-настоящему на извлечение прибыли. По крайней мере, все, что видно вот в публичном поле. И вообще такое ощущение, что туризм в Владимирской области это вот собор прекрасный, который мы видим сейчас, золотые ворота, низко церквей, и Суздаль, и все. Но туризм, это же сектор экономики, он должен зарабатывать деньги. Кто должен прийти в туризм, какие предприятия, чтобы это стало достающим экономикой, чтобы там поехали люди? То, что есть музей-заповедник, это прекрасно на самом деле. И может быть действительно не их задача зарабатывать большое количество денег. Их задача сохранять культурное наследие и создавать вот эту тягу, вакуум, притяжение для туристического потока. А задача малого и среднего бизнеса, и в этом интерес регионам, как раз вокруг этого строить, как на эту ось нанизывать как раз веточки, которые приносят плоды. Потому что люди действительно едут посмотреть купола храмов, окунуться в историю, но тратят они деньги не только на билеты в сам музей, тратят они деньги на то, чтобы посмотреть какой-то фестиваль, остановиться в гостинице, покушать в ресторане, что-то приобрести здесь, допустим, если мы что-то предложим из туристического продукта. И задача наша, скорее, региональная, посмотреть на это именно с этой точки зрения. То есть нам история и природа дала такие возможности, и наша задача научиться вокруг этого выстраивать какие-то модели бизнеса. И они складывают. В том же Суздале уже в году 52 недели, а в Суздале 56 массовых мероприятий в год проходят. 56. И важно, чтобы сейчас эти мероприятия, еще увеличившись, расползлись, знаете, как не только были на выходные дни, но и на будние. Потому что люди часто, ну, бывает овербукинг на выходные дни, а в будние как-то там все проседает. Надо, чтобы вот это продолжалось. Потому что, ну, собственно, сейчас это происходит. Когда, допустим, происходит какой-нибудь чемпионат по видам спорта, люди приезжают, ну, практически на всю неделю. Тренеры, дети, участники, там, болельщики и так далее. Если проходит какой-то фестиваль, он может быть гала-концерт выходной, но люди приезжают и в среди недели, заполняя как раз туристическую инфраструктуру. Вот как раз вся инфраструктура вокруг событийки и вокруг исторических вот этих наших моментов, соборов, значит, храмов, музеев. Вот в этом надо научиться видеть отрасль экономики. Я соглашусь с тем, что управляется она архаично. И мы пока только, ну, нащупываем те механизмы, которые могли бы сформулировать, да, какие меры поддержки, либо какие-то меры инвестирования, какие-то меры взаимодействия с этим бизнесом дали бы еще больше отдачи от туристического отрасли для экономики региона. Мы это видим на примере, ну, вы знаете, это все-таки пороговое такое, знаете, мы слышали, допустим, там, ну, может, там, слишком пафосно, но там, ну, жители и, значит, власти Венеции, допустим, наоборот, хотели ограничить поток туристов, потому что уже все невозможно, они разрушают уже, да, все, что там есть. Да, допустим, власти Петербурга, наоборот, наращивают количество благоустроенных фасадов, количество мероприятий, которые приглашают, ну, вот, для проведения мероприятий в городе, количество творческих коллективов, которые поддерживаются в Мариинском театре, да, так сказать, в Большом, Драматическом и так далее. Количество объектов благоустройства. Вот я с удивлением побыл, сейчас сходил на, как называют, Новую Голландию в Питере. Прекрасный, прекрасный объект благоустройства, прекрасный. Если вот кто-то бы не был, вот мы сходили, прям я поражен, и столько там людей. Там весь бизнес кишит тоже, рестораны, кафе и так далее. А это рабочие места, это хоть небольшие, но налоги, муниципальный бюджет, это как раз зоны притяжения, которые оставляют людей здесь жить, и туристов приезжать. Это то, что нам нужно. Поэтому вот посмотреть лучшие практики в мировой, в отечественной, значит, системе по туризму, и я думаю, что у нас есть все шансы, ну, поконкурировать, по крайней мере, ну, не с Сочи и с Питером, да. Хотя бы с Великим Новгородом. Потому что сейчас он оттягивает от нас туристов. Там и театры, там и концертные залы, а у нас единственный театр, драматический и тот в сгоревшем состоянии. Ремонтируем, ремонтируем. Надеюсь, к концу 23-го года там непростая работа, много скрытых работ оказалось, но подрядчик работает. Так что надеемся, восстановим театр. Не надеемся, уверен, поскольку уже контракт заключенный, у нас без вариантов восстановят. Главное, чтобы не пропал подрядчик. Нет, нет, я не должен. Мы много говорим об экономике, все-таки пару слов о политике. Команда Авдеева, да, если говорить более пространно, не двумя словами, что это такое? Кто эти люди? Это варяги, это местные люди, это какие-то, может быть, представители вашей команды из Калуги, которые приехали, или из Москвы. Я прошу прощения, но часто, особенно советы, иногда бывают такие, не в вашем случае, но некоторые пытаются давать советы, как построить команду. Часто советы дают те, кто ни разу команд не строил и понятия не имеет, что это такое. Ну, просто им так кажется. Это очень непростая история построения, создания команды. Формально, как бы, есть коллектив, у которого есть должностные обязанности и есть контрольные показатели эффективности, как сейчас принято говорить. Но принято считать, это правда, что команда тем отличается от коллектива, что там в меньшей степени формализованы отношения и есть то, что в инструкциях не пропишешь. Есть взаимовыручка, есть расширенные компетенции, есть творческий подход, есть формирование культуры, которая двигает вообще всю систему. Ну, какие-то общие ценности, наверное. Общие ценности. Это называется культура, да. Культура системная. Для того, чтобы команда сформировалась, нужно заложить основы культуры. Культура. Управленческая культура. А это формируется очень долго. К сожалению, надо сказать, что та культура, которая как-то сложилась здесь, она несколько раз менялась, не пошла на пользу системе управления. И мы, к сожалению, видим это в проблемах в здравоохранении, в строительстве, в управлении транспортом, еще в ряде направлений. И так далее. В цифровизации. И требуется время на то, чтобы эта культура сформировалась. Культура доверия, культура взаимопонимания, ориентированности на результат, культура поддержки и культура неформальной работы. Можно ли это создать кооптированием разных людей? Знаете, как формируется команда, по образу футбольной команды на период чемпионата мира. Да, приглашаются лучшие игроки. Да, лучшие игроки. Но это же проектная вещь. То есть это собрались и разъехались. Мы же имеем дело с регионом. Мы же имеем дело с непрерывным историческим циклом. Нам не надо решить задачу по строительству, допустим, какого-то объекта спортивного или медицинского, или проведения фестиваля, подготовки мероприятия. Наша задача создать культуру постоянно. И ровно поэтому подход, первый отвечает на ваш вопрос, конечно, опора на те кадры, которые здесь есть, которые знают исторические процессы, знают местные особенности, знают, переживают за это, вкладываются лично в это. Понимаете, не на период, показывая физическую форму, как-то часто, ну, вот так же в футболе, да, а показывая некие моральные качества. Поэтому опора на местных. Это не значит, что невозможно, и не будут те, кто реально способны помочь в этой ситуации с федеральными навыками, связями, значит, возможностями. Такие люди тоже важны и нужны, потому что мы не живем в вакууме. Нам нужны люди, которые знают не только ситуацию внутри, а ситуацию и снаружи. К примеру, часто говорят, вот стратегия какая. Любая разработка стратегии начинается с того, чтобы знать, а что вокруг происходит. Не только что внутри происходит, а что внаружи происходит. Собственно, с кем ты конкурируешь? Вообще эти шансы есть? Или ты там, знаете, как дурачок, он думками богат. Поэтому важны и люди, которые обладают этими компетенциями, которые знают, что происходит за периметром Владимирской области, за периметром отраслей, знают, что происходит в федеральном правительстве в Москве и Московской области, имеют видение определенное. Эти люди тоже нужны, потому что они проводники этих возможностей, которые находятся за пределами области. Но в остальном это опора на внутренние ресурсы, потому что внутри надо искать энергию. Внутри надо искать энергию. И, собственно, подбор людей для работы, в команду, он заключается в том, что находить людей с энергией. Я вам открою секрет. С энергией, которые вкладываются в эту энергию, которые готовы. Потому что иногда люди смотришь, как у меня руководитель предыдущий говорил, смотри-ка, умер, а ходит. То есть, есть люди, которые устали на работе или не хотели работать, или выгорели. И вот секрет это в том, чтобы в команде, в коллективе была энергия. И дальше вопрос формирования внутренней культуры, взаимоотношения, доверия, активности и образования. Подтягивание знаний, то есть обучение. Потому что жизнь идет вперед. Конечно, можно жить только по букве закона. Ты так и будешь жить где-то на минималках, как говорится. Не буква закона, а буква бюджетного кодекса. Есть программа, там участвуют. А что за программами нас не интересует. Дали денег, работаем, не дали. Сидим, ждем, когда дадут. Так не бывает. Надо быть проактивным, надо это искать, надо это провоцировать, стимулировать, искать энергию внутри, поддерживать предпринимателей, которые здесь себе это подсказывают, лично принимать участие. Вот так она будет формироваться. Само по себе формирование команды, это дело не быстро. Это не полгода и не год. Как правило, на это уходит несколько лет, причем если пару лет, это если без ошибок. А бывает так, что и ошибки. Бывает, что человек не подошел, не сложился, отношения с коллективом не сложили, не понял правильной задачи. Иногда, знаете, бывает такое ощущение, что человек отличный. Ну вот, знаете, вот Лего, да, ну вот он просто из другой коробки. Просто неплохой. Он просто, он хороший, но он из другой коробки. Это не значит, что человек плохой, что он там, его надо там, как-то там, значит, дискредитировать и так далее. Он просто из другой коробки. Он себя найдет применение, ну просто в другой отрасли, в другой сфере и так далее. А вот сейчас в администрации Владимирской области всей задой коробке? Я, ну, шутки шутками, но, к примеру, с 15 людьми я расстался. Знаете ли вы об этом? Ну, наслышал. 15. Вроде немного. Вроде немного и незаметно, да? А процессы происходят. Ну вот, к сожалению, вот ушла Алиса. Ну, мы рады за нее, допустим, но это не мы расстались. Я, собственно, мы рады, когда люди будут расти. Для нее федеральная карьера тоже очень важный момент. Я уверен, что это принесет пользу Владимирской области. Нам свои люди в Москве тоже нужны. Значит, тем не менее, будут еще замены. Они будут проходить не шумно, но будут потихонечку. Владимирская область вообще характеризуется многолетними межилитными конфликтами, внутрилитными конфликтами. В любом обществе такое есть. Ну, вот они эти конфликты похоронили. К вопросу о том, что надо знать, что происходит у конкурентов. В любом обществе это есть. Просто для кого-то это кажется, что в этом и состоит жизнь. Ну, да, ну, как бы, да, она в этом состоит, но не надо из этого делать трагедию. Но, тем не менее, эти конфликты очень сильно мешали работе и Светланы Орловой, и Владимира Сыплягина, и даже Николая Виноградова. И такое ощущение, что у нас все-таки есть даже не какие-то публичные группы, а кланы, даже не по партийному признаку, и внутри партии, и из разных партий они состоят, и из разных бизнесов, и даже с разных территорий. И вот они между собой что-то делят. Тебе тут бюджетное, там, оригинальное дело, каждый на себя. Как вы считаете, вы справитесь с этими конфликтами? Вы знаете, я... С помощью команды, какой-то другой интересной штуки. Я, может быть, вы можете так почувствовать, что, или так вам может показаться, что я как бы недооцениваю ситуацию. Но я вам скажу, что я не преувеличиваю ситуацию. То есть, в данном случае я не вижу тех проблем в том масштабе, в котором вы описываете. Они всегда есть. Всегда есть интересы. Всегда есть, ну, даже в том же условном Суздале, кто-то говорит, надо из Суздале сделать современный город, кто-то говорит, надо оставить такой, какой есть, кто-то говорит, что надо поддерживать Доброград, потому что, ну, это точка роста, кто-то говорит, ничего себе, а почему других не поддерживают. Кто-то говорит, что надо давать малым фермерам, кто-то говорит, дайте крупным фермерам, ну, я условно говорю, да, кто-то... Тем не менее, всех надо слышать. У всех есть своя мотивация. И разобраться в этой мотивации, и задача власти, и моя личная задача. И на каждый сложный вопрос нужно находить ответ просто. Если ты не находишь ответа для каждой из сторон, то этот конфликт так и будет тлеть. Если находишь этот ответ, находишь компромисс, то, поверьте, находятся какие-то варианты решения, которые позволяют всем спокойно жить, не занимаясь мордобоем и обзывательством. Вот задача находить компромисс, это задача власти есть. Начиная, допустим, с бюджетного процесса. Мы же прекрасно понимаем, что на все дороги не хватает, на все котельные не хватает, все школы не построишь, но мы какой-то компромисс находим. Мы же общаемся с широким кругом людей. Именно для этого я езжу по территориям, спрашиваю, что, как, интересуюсь, что беспокоит, ну, в каком-то смысле, скрининг и сканирование ситуации. И там, где действительно конфликт выходит на высокий уровень, я вам скажу, у нас есть нет так-таки, то я на высоком уровне пытаюсь их решить, на уровне даже вплоть до Кремля. Последний вопрос. Правительство региона. До сих пор у нас регионом, как в советское время, управляет администрация, но есть федеральный закон, который предписывает регионам все-таки сформировать свое правительство по структуре, которая бы соответствовала федеральному правительству. И вроде бы, как 1 июля, процесс должен бы уже начаться. Насколько я знаю, у меня коллеги готовят сейчас пакет документов, которые будут формировать структуру правительства. Я думаю, что мы к этому подойдем где-нибудь к осени. То есть, на самом деле, мой подход такой, что я все-таки за победу содержания над формой, а у нас вечно форма преобладает над содержанием. То есть, правительство или администрация, или что там еще, штатное расписание, как бы оно ни называлось, либо оно работало. Как говорил Мао Цзэдун, неважно, какого цвета кошка, либо она мышей ловила. И суть от того, что это будет правительство и как-то поменяются руководители, вообще никакого. Важно, какая содержательная часть в их работе. А как они называться будут, это второстепенно. Ну, вот сейчас решили, что это будет правительство. Ну, ради бога. А правительство возглавите вы, или это будет отдельный человек? С высокой долей вероятности, что я. Ну, опять-таки, еще раз говорю, готовится пакет документов, пока в структуре мы там еще дискутируем, как это все будет складываться. Еще раз говорю, это никак не отменяет ответственности. Это никак не отменяет ответственности и уровень принятия решения. Большое спасибо за разговор. Получилось интересно. Надеюсь, что через несколько месяцев мы сможем его повторить. Может быть и раньше. Может быть и раньше. До свидания. Спасибо. Спасибо.